Всем привет! И сегодня я хочу поговорить с вами о трендах украшений. Эти украшения будут актуальны осенью, зимой 2019-2020, и также здесь будут украшения, которые актуальны, в принципе, сейчас, летом. Это в целом будут такие тенденции, которые очень долговременно, на мой взгляд, еще будут актуальными, и некоторые из них, возможно, претендуют на то, чтобы стать уже такой неумирающей классикой. В общем, да, ребята, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь, и давайте начнем. Напишите, кстати, являются ли украшения какими-то важными для вас аксессуарами. Я, например, в последнее время очень сильно полюбила сережки и постоянно их ношу, хотя раньше я как-то вообще их не носила. У меня был такой период в жизни, когда несколько лет я вообще ничего не вставляла в уши абсолютно. А сейчас как-то, видимо, на волне того, что сережки стали популярными, мне тоже захотелось их носить. В общем, буду ждать ваших комментариев. Итак, первый тренд, я думаю, что многие обрадуются тому, что это действительно к нам вернулось, это чокеры. Такое, скажем, эпохальное возвращение чокеров. Но, конечно же, чокеры вернулись к нам совершенно в другом формате, не в таком, в каком мы их привыкли видеть несколько лет назад. Если раньше мы носили просто какие-то веревочки вот здесь, вот прямо на шее, практически под подбородком, то сейчас чокеры спускаются немножко ниже, они практически располагаются у основания, скажем так, у подножия наших ключиц, и они как бы внизу шеи. Это могут быть не только мягкие чокеры, которые мы носили раньше, это могут быть различные какие-то кольца, это могут быть какие-то колье очень узкие, очень широкие, это могут быть какие-то, знаете, такие колье с разрывом вот здесь. То есть абсолютно разные вариации, сейчас все, что располагается, в принципе, где-то вот здесь на шее, можно назвать чокером. И это, по сути, возвращение, действительно, потому что это очень похоже на чокеры, это, в принципе, носится точно так же, как мы носили эти самые чокеры. И я обожаю этот тренд, потому что он смотрится нереально классно и очень хорошо разбавляет образ. Если вы не знаете, какую деталь добавить, если вот вы видите, что чего-то не хватает, добавьте такое украшение, и ваш образ заметно преобразится на глазах. Я думаю, что чокеры будут меняться еще не один раз, что в следующем, возможно, году мы увидим их в каком-то другом исполнении, в каком-то другом варианте, но сейчас это могут быть как массивные украшения, так и очень минималистичные украшения, но так или иначе это все очень сильно напоминает нам чокеры. Следующий тренд это серьги-кольца, причем это могут быть серьги-кольца как большие, так и маленькие. Также это могут быть просто классические серьги-кольца, которые мы привыкли с вами видеть, то есть это одно кольцо и все. Но это могут быть еще сережки из нескольких колец, это могут быть серьги-кольца с какими-то вставками внутри, это могут быть какие-то кольца с какими-то прямыми, допустим, линиями внутри, это могут быть какие-то фигурки внутри этих колец, это могут быть какие-то, знаете, этнические украшения, как будто бы как амулеты, но в то же время это все равно будут сережки-кольца. Сама вот эта круглая форма у сережек сейчас очень актуальна, обязательно к этому присмотритесь, Если вы давно раздумываете о том, купить ли вам какие-либо кольца, сейчас самое время Не бойтесь покупать их очень большими, очень маленькими, какими-то просто невероятными, оригинальными, необычными Поэтому, когда как не сейчас, делать какие-либо эксперименты Следующий тренд это длинные сережки или очень длинные сережки Это могут быть сережки даже длиной до плеч То есть настолько длинные, насколько мы можем себе представить И это сейчас актуально, и это сейчас не выглядит странно Чем длиннее ваши сережки, тем лучше Причем они могут быть как массивными, какими-то абсолютно непонятными, с какими-то нагромождениями, фигурками, с чем угодно Так и очень минималистичными Я, кстати, наверное, последний раз длинные сережки носила в детстве Я помню, мои подруги тоже были, как у меня, такие длинные сережки-цепочки И последний раз именно в детстве я их носила, потом как-то о них забыла И вот сейчас они вернулись снова, и я решила попробовать их снова сейчас, спустя столько лет Я не знаю, наверное, последний раз я их надевала лет в семь Я хочу поделиться с вами своей серебряной находкой из Sunlight Это вот такие длинные сережки-цепочки Они выглядят очень классно У них есть, кстати, маленькие колечки и маленькие такие кружочки внизу Что добавляет им какой-то оригинальности Они не смотрятся просто как какая-то цепочка Плюс это добавляет им веса И они не будут запутываться как-то в ваших волосах Потому что я знаю, что сережки-цепочки иногда могут запутаться в волосах Могут запутаться между собой Но так как эти сережки немножко утяжеляются чем-то внизу То это для них только огромный плюс Эти сережки, кстати, у меня есть коллекция Sunlight Concept И это одна из моих самых любимых коллекций, которые у них вообще есть Потому что там огромный выбор различных каких-то трендовых украшений Но по абсолютно демократичным ценам И, кстати, если говорить именно о каких-то трендовых вариантах длинных сережек То все можно посмотреть, увидеть в приложении Sunlight Которое, на мой взгляд, очень удобное Берем просто коллекцию, открываем ее И, как видите, здесь огромный выбор И у них абсолютно так в каждой коллекции То есть у них огромный выбор украшений Каждый может найти на свой вкус, на свой кошелек Мне, например, очень нравятся вот эти сережки Они, на мой взгляд, нереально классные Они, наверное, по длине будут точно такие же, как мои Может быть, чуть-чуть покороче, но в то же время Из-за вот этих колечек, опять же, трендовых Они смотрятся нереально красиво Вы можете добавить эти сережки в избранное Вы можете посмотреть в самом приложении Где, в каких магазинах Вы можете примерить их на себя И это очень удобно Просто нажимаете, где купить Это украшение и вам открывается список с магазинами В которых вы, собственно, можете найти эти украшения Забрать сегодня, забрать завтра, когда угодно Также вы можете оформить резерв на любое из украшений То есть вы можете зарезервировать ваши украшения И потом забрать их в любое удобное время В удобном для вас магазине В целом, на мой взгляд, приложение очень удобное Потому что вы можете просмотреть все украшения Все цены, зарезервировать украшения И потом примерить их в магазине Ну и, конечно же, если вы скачаете приложение То вы получите подарок от Sunlight Я, кстати, так и сделала Поэтому очень вам рекомендую Я сама была удивлена, насколько большой ассортимент украшений у Sunlight Следующий тренд из украшений Это огромные массивные моносерьги Что это значит? Это значит, что у вас может быть всего одна сережка в ухе И она будет большая, массивная И будет привлекать к себе все внимание Также в комплекте к этой большой сережке Обычно идет какая-то маленькая сережка во второе ухо Но это абсолютно не обязательно У вас может быть просто одна большая массивная серега в ухе И все Это как бы выглядит хорошо, выглядит актуально И на мой взгляд, если есть какой-то такой акцент в образе То он притягивает на себя огромное количество внимания И даже самый, самый простой базовый образ Может очень круто разбавить Ну и, конечно же, вытекающий отсюда тренд Это просто огромные массивные сережки Мне кажется, что это один из самых актуальных трендов этого сезона Поскольку массивные сережки сейчас можно увидеть абсолютно везде Поэтому вы можете взять как одну массивную сережку Так и две Они могут быть одинаковыми, могут быть разными Они могут быть цветными Они могут быть, не знаю, пластиковыми Могут быть металлическими В общем, массивные сережки, на мой взгляд, очень круто смотрятся С какими-то гладкими прическами То есть с очень сдержанным образом Потому что это такой аксессуар, который, например Который, например, в сочетании с каким-то уже ярким платьем С ярким макияжем, очень ярким макияжем Будет смотреться немного вызывающе Но если ваш образ будет очень сдержанным То массивные сережки такому образу будут как никогда кстати Следующий тренд это крупный жемчуг. Я думаю, что все вы уже знаете о жемчужных заколках, о различных каких-то жемчужных украшениях для волос, об ободках. Конечно же, украшения для ушей, для шеи, для пальцев, то есть просто какие-то ювелирные украшения жемчуга тоже сейчас актуальны. Как я уже сказала, крупный жемчуг в тренде, это может быть у вас ободок из крупного жемчуга, это могут быть сережки из крупного жемчуга, то есть такие огромные-огромные жемчужинки в ваших ушах. Это могут быть какие-то жемчужные вставки в ваших сережках, это может быть чокер из крупного жемчуга, почему бы и нет, чем больше жемчуг, тем лучше. Это браслеты, кольца из жемчуга, жемчуг сейчас актуален. Кстати, у меня даже сейчас на этой блузке есть такие маленькие-маленькие жемчужинки, они маленькие здесь, потому что если бы здесь были крупные, это бы все просто не удержалось. Но так или иначе, жемчужные вставки, где бы то ни было, это тоже один из самых горячих трендов на сегодняшний день. Следующий тренд это цепи и цепочки. Цепочки, как правило, это тонкие, такие тоненькие-тоненькие-маленькие цепочки, такие, как вы у меня видели на сережках из Sunlight, которые я вам показывала. А цепи это прямо такие массивные цепи. Я думаю, что вы помните этот тренд на цепи, который был, наверное, году так в 2014. Так вот, сейчас этот тренд вернулся к нам, но опять же, немножко видоизменился, цепи стали намного-намного крупней. Вы можете носить их не только на теле где-то, вы можете добавлять цепи к одежде, можете носить цепи на брюках, особенно с брюками Cargo очень круто смотрятся цепи. Попробуйте обязательно такой вариант. Также цепи и цепочки можно миксовать между собой. Но, если вы все-таки в украшениях выбираете цепь, то не нужно громождать огромное количество, потому что все-таки и так одна цепь, она уже достаточно массивная для всего образа. Если вы берете цепочки, то цепочек может быть несколько. Плюс вы можете из цепочек создавать какие-то кольца, просто обматываете ваш палец, например, цепочкой, и вот у вас кольцо из цепочки. Также вы можете сделать из цепочки браслет. Я когда-то даже показывала в каком-то из видео про лайфхаки, модные лайфхаки, как можно сделать из одной цепочки несколько украшений. Следующий тренд, о котором мы с вами уже говорили, вы все, наверное, о нем знаете, потому что это тоже один из самых популярных трендов, это многоярусные украшения. В частности, это относится в основном к украшениям на шею. Если вы наслаиваете украшения, вы создаете какие-то ярусы здесь, то лучше, чтобы это были какие-то маленькие, тоненькие цепочки. Тогда это будет смотреться очень женственно, элегантно. И, кстати, такие украшения не обязательно носить только с декольте. Их можно носить и поверх, например, какой-либо водолазки или одежды абсолютно без выреза, так как будет намного лучше видно, и они будут очень-очень красиво дополнять ваш образ. Следующий тренд, это, конечно же, украшения из ракушек. Но я к этому тренду отношусь неоднозначно, потому что, на мой взгляд, по условиям города иногда это может смотреться не очень уместно, поэтому очень нужно хорошо подбирать образ под эти украшения. Именно под эти украшения, потому что иногда к какому-то классическому образу с пиджаком украшения с ракушками могут не подойти. Но если вы едете куда-то на отдых, то на отдыхе эти украшения будут как никогда кстати. Ракушки могут быть как украшения вашей обуви, они могут быть в качестве сережек, в качестве кольца, какого-то браслета и так далее, даже в качестве чокера. Поэтому просто смотрите, как это сочетать, чтобы это смотрелось уместно. Ну и последнее, это, конечно же, кольца. Если говорить о кольцах, то здесь особенно ничего не меняется, кольца всегда остаются в тренде. Единственное, что меняется, это количество, в котором их нужно носить. Так вот сейчас, чем больше колец на ваших руках, тем лучше. Вы можете носить как массивные кольца, так и очень маленькие колечки, такие тоненькие колечки. Но я, конечно же, люблю больше какие-то массивные кольца, могут быть какие-то перстны с какими-то камнями. То есть все, что вы только пожелаете. И чем больше колец, тем лучше. Можно носить кольца, например, вот здесь на фалангах пальцев. Можно носить несколько колец, можно на одной руке до 10 колец надевать. Это может смотреться круто, если вы, конечно же, не перебарышиваете с размером именно каждого отдельного кольца. Если все-таки надеваете какое-то массивное кольцо, большое, то лучше, чтобы на вашей руке оно было одно, иначе это будет уже такой перегруз. А если у вас вот такие тоненькие кольца, как у меня здесь на руках, то их может быть намного больше, чем у меня, например, сейчас надето. Ну, а на этом все. Это было все, что я хотела вам сегодня рассказать. Напишите мне, какой ваш самый любимый тренд из украшений. Для меня это на 100% массивные серьги, массивный крупный жемчуг и, конечно же, длинные серьги. Это вот моя любовь в последнее время. И вообще, серьги как-то ношу сейчас очень часто. Сама от себя этого не ожидала, если честно. В общем, да, увидимся очень скоро. Подписывайтесь на мой канал, заглядывайте ко мне в Инстаграм. Всем пока-пока!